Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Выбираю здоровье». С вами Катерина Ясная. Сегодняшняя программа посвящена такому явлению, как инсульт. Тем, кто решил, что его это не касается, я рекомендую не переключаться. Информация, которая прозвучит в этом выпуске, может однажды спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. Инсульт – одна из основных причин инвалидизации населения. В мире инсульта занимает четвертое место среди основных причин смерти. Кроме того, что такое инсульт, сегодня мы выясним, как его обнаружить, какие должны быть первые действия, а также другая важная информация. Во всем разобраться нам поможет врач-невролог Андрей Герасимов. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. Происходит в результате тромбоза или разрыва сосуда, питающего мозг. Один из самых главных факторов, определяющих дальнейшую судьбу пациента, время, через которое ему будет оказана врачебная помощь. Поэтому самое главное – распознать инсульт. К инсультам относят инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние. Преобладают ишемические поражения мозга и составляют 70-85% случаев. Остальные кровоизлияния в мозг и нетравматические субарахноидальные кровоизлияния. Именно инсульты в последнее время стали основной причиной инвадилизации населения. Довольно часто ситуация усугубляется тем, что люди ждут, что само пройдет и не вызывают скорую помощь. Хотя именно эти меры следует принимать в первую очередь. На данный момент в больнице имени Симашко как раз присутствуют палаты интенсивной терапии. Машины реанимации привозят больных в любом состоянии при подозрении на инсульт. На месте сразу же делается компьютерная томография мозга и дальнейшие экстренные меры. Когда Крис миновал и человек переходит к стадии восстановления, врачи активно занимаются реабилитацией больных на базе неврологического отделения. А в понятие реабилитации входит и физическое восстановление, и речевое, и психическое. Специалисты буквально сначала учат перенесших инсульт ходить. Все это благодаря физиотерапии и несложным тренажерам. Разговаривать тоже многие учатся с нуля, и в этом помогает логопед. Большинству требуется помощь психологов. Не следует бояться врачей, ведь главное в момент приступа – это спасение жизни человека. А после максимально из возможного – восстановить все функции травмированного организма. Для начала определимся все-таки в терминологии, что мы подразумеваем под инсультом, что мы подразумеваем под малым инсультом, под транзиторной ишемической атакой, и в том числе, что вот такой термин – микроинсульт. Все-таки инсульт – это состояние, которое сопровождается нарушением функции мозга. И по определению Всемирной организации здравоохранения, это нарушение функции мозга возникает на фоне какого-либо другого сосудистого заболевания. То есть сам термин предполагает, что уже есть болезнь или состояние, которые привели к развитию инсульта. Инсульт он либо есть, либо нет. Поэтому вот этот термин – микроинсульт, мы не будем обращать даже на него внимания. Следует разобраться, что же такое ишемический инсульт, иначе говоря, инфаркт мозга. Возникает у больных старше 60-ти. Кто уже переносил инфаркт миокарда? У пожилых людей с нарушением сердечного ритма и больных, имеющих сахарный диабет. Заболевание может развиться в ночное время без потери сознания. При сужении или закупорке артерий, питающих головной мозг, ишемический инсульт и случается. Нетравматическое внутримозговое кровоизлияние употребляют как синоним геморрагическому инсульту. Возникает в возрасте 45-60 лет. Люди, подверженные внутримозговому кровоизлиянию, скорее всего, уже переносили гипертоническую болезнь, церебральный атеросклероз, артериальную симптоматическую гипертензию, заболевание крови. Обычно инсульт развивается внезапно, в дневное время, когда человек физически или эмоционально переживает перенапряжение. В мозге происходит спазм сосудов и одновременно проникает кровь в мозговое вещество и образует очах кровоизлияния. Иногда это много очагов. Субарахноидальное кровоизлияние происходит в возрасте 30-60 лет. Факторы риска – курение, алкоголизм, избыточная масса тела, артериальная гипертензия, прием оральных контрацептивов. Происходит спонтанно, либо вследствие разрыва артериальной аневризмы, или в результате черепно-мозговой травмы. Чаще всего инсультом болеют пожилые люди, люди старшего возраста, которые к этому времени уже накопили определенные проблемы со своим здоровьем. Но в то же время, в настоящее время отмечается серьезная тенденция, что инсульт молодеет, как геморрагический, так и ишемический инсульт. Мы отмечали инсульты ишемические, если не говорить о детских инсультах, и в 18 лет, и в 20 лет. Перейдем к симптомам инсульта. Нарушение сознания Оглушенность Кратковременная потеря сознания Сильная головная боль Тошнота, рвота Головокружение Потеря ориентировки в пространстве А также жар, сердцебиение, сухость во рту Что происходит с больным, определяется тем, какой участок мозга пострадал. Может развиться слабость в руке или ноге, а также паралич. Возникает слабость в мышцах Нарушение речи в произношении слов Снижение зрения на один глаз со стороны поражения Бывает, что возникает шаткость походки Потеря равновесия Снижение координации движения Если вы обратили внимание у вас или у вашего близкого Появилась асимметрия лица Слабость мимической мускулатуры половины лица Если нарушилась речь, она стала невнятной Страдает понимание речи или формирование речи Если ослабла рука или нога Если появились резкие вестибулярные так называемые нарушения Головокружения, шаткость походки Если появились нарушения зрения в виде выпадения полей зрения И все эти признаки или какие-то из них появились острые То это повод вызвать бригаду скорой медицинской помощи И не пытаться заниматься самолечением Распознаем инсульт на месте Для начала попросите пострадавшего улыбнуться При инсульте улыбка может быть кривой Уголок рта опущен Заговорить Попросите произнести простое предложение При инсульте, но не всегда Человеку будет сложно его произнести Поднять обе руки Если руки поднимаются не одинаково Это может быть признаком инсульта Есть и дополнительные методы диагностики Попросите человека высунуть язык Если язык западает неправильной формы, кривой Это тоже может быть признаком инсульта Попросите вытянуть руки вперед ладонями вверх При закрытых глазах Если рука уезжает вбок и вниз То это тоже может быть признаком инсульта Если человек не может выполнить хоть одно из заданий Это повод срочно вызвать скорую Приезду бригады вы должны уточнить Когда появились эти первые признаки Положить больного в постель При этом не давать ни есть, ни пить, ни курить Не надо давать никакие лекарства До приезда бригады скорой помощи Есть смысл измерить артериальное давление Собрать все имеющиеся медицинские документы Если они находятся на руках Также приготовить паспорт, страховой полис Страховое пенсионное свидетельство Самой распространенной ошибкой В ситуации, когда развился инсульт Является надежда на то, что это пройдет само собой Так сказать, рассосется На это уповать не стоит Эти симптомы могут только нарастать Не стоит резко снижать артериальное давление Ниже 200 мм плотного столба Артериальное давление снижать абсолютно не стоит Пускай вас это не пугает Не стоит давать какие-то другие лекарства Типа нитроглицерина Как у нас любят давать на все случаи жизни Этого делать категорически не стоит Если у больного рвота То есть смысл положить его на бок Чтобы предотвратить попадание этих масс в легкие Не стоит заниматься массажем Массировать парализованные конечности Пытаться дать на них нагрузку Чтобы восстановить движение Это может привести к усугублению симптомов Не пытайтесь самостоятельно вести человека в больницу При спасении жизни это может оказаться неэффективным До приезда скорой нельзя давать больному еду и питье Это может вызвать удушье При рвоте поверните голову на бок Чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути Больному требуется покой Горизонтальное положение Желательно положить под плечи и голову подушки Если больной потерял сознание То начатый метод искусственного дыхания и сердечно-легочной реанимации Во много раз увеличит шансы на выживание Оказание помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения Определяется так называемым порядком Оказание помощи больным с ОНМК Который имеет свое изложение в приказе Министерства здравоохранения Больный с подозрением на инсульт Привозится в приемное отделение сосудистого центра Минуя приемное отделение больницы Его осматривает сразу при поступлении врач-невролог Дальше выполняется в обязательном порядке Компьютерная томография головного мозга Производится забор анализов И все больные с острым нарушением мозгового кровообращения Госпитализируются в палату интенсивной терапии и реанимации Применяется так называемый мультидисциплинарный подход И вот в этой самой мультидисциплинарной бригаде Принимают участие лечащий врач-невролог Терапевт, кардиолог Психолог Психотерапевт Логопед И специалисты по лечебной физкультуре Основные факторы риска Повышенный холестерин Сахарный диабет Заболевание сердца Возраст Лишний вес Артериальная гипертония Курение Наркотики Алкоголь Нарушение свертываемости крови Транзиторные ишемические атаки Опное во сне Если уже были случаи инсульта или инфаркта сердца У школы речь идет о том, что имеется какое-то сосудистое заболевание Или какое-то состояние, приводящее к инсульту Поэтому выделяются факторы риска развития инсульта При этом есть факторы риска, которые корригируемые и некорригируемые Некорригируемые факторы риска – это то, что связано с полом, возрастом, расой Эти факторы риска изменить не можем Но есть факторы риска, которые мы вполне можем коррегировать Это так называемые эндогенные факторы риска Это артериальная гипертензия, уровень сахара, крови, уровень холестерина и триглицеридов, липопротеинов К факторам риска относятся избыточная масса тела Когда имеются во сне нарушения дыхания, как раз улицы с избыточной массой тела и с повышенным артериальным давлением К так называемым поведенческим факторам риска относятся малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, курением, приемоморальных контрацептивов у женщин Жизнь, в общем-то говоря, в состоянии хронического стресса Физиологические факторы, предрасполагающие к инсульту Это есть артериальная гипертензия, повышение уровня сахара, крови, повышение уровня холестерина и липопротеидов Атеросклеротическое поражение сосудов Заболевание сердца, это нарушение сердечного ритма, протезированные клапаны Сердцеперенесенные ранее инфаркты, миокард, эндокардиты Воспалительные изменения в сосудах головного мозга и в других органах При всем при том, что в настоящее время очень развивается система оказания помощи больным с инсультом Но тем не менее смертность, летальность от этого заболевания остается высокой Она, как правило, связана с массивным поражением головного мозга Она, как правило, связана с теми сопутствующими заболеваниями, которые имелись у пациента до болезни Или были выявлены уже во время болезни Несмотря на то, что в настоящее время система оказания помощи больным со стороны нарушения мозгового кровообращения Достаточно хорошо развита Она работает в полном объеме Тем не менее инсульт это, в общем-то говоря, смертельное заболевание И в первые 28 суток ишемического инсульта умирает до 25% пациента И до 60% пациентов с геморрагическим инсультом Более того, в течение первого года еще 30% умирают после инсульта У 30% развивается повторный инсульт И только 30% могут вернуться к привычной жизни С 2010 года в нашей области функционируют Три первичных сосудистых центра И реанальный сосудистый центр на базе областной больницы Первичный сосудистый центр в нашей больнице имени Семашко В Амцинске и в Ливнах За этими учреждениями закреплены определенные территории Как города и всей области И пациенты, согласно так называемой шутизации Доставляются в эти учреждения Запомните, если у вас появились симптомы, о которых мы говорили раньше Но через, например, 15 минут все прошло самостоятельно И вы чувствуете себя хорошо, все равно следует вызвать скорую Потому что это могут быть предвестники инсульта Время, за которое можно остановить гибель клеток головного мозга 3-6 часов от начала проявления симптомов Действуйте как можно быстрее Из всех неврологических заболеваний инсульт самое предотвращаемое Врачи считают, что 2 трети инсультов можно избежать Многое зависит от образа жизни и контроля артериального давления Здоровья вам и вашим близким С вами была Катерина Ясная До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok